Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня обзорчик на ресторанчик, который на трассе. Называется он ресторан 666. По-нашему это типа дьявольский ресторанчик, но у них есть курица и она сфоткана в крутой остроте. Я надеюсь, она будет дьявольски острая. Ну а по-китайски 666 обозначает типа годнота, ребята. Вот и заценим. Это остро и годнота ли? Ну и как вы понимаете, самые начальные блюда довольно дешевые. То есть просто кукурузные семечки с луком 30 тысяч мы взяли чуть-чуть покруче. Мы взяли кукурузные серна с микрокреветками 40 тысяч. С них и начнем. Дальше в принципе блюда есть и подороже, есть и не очень тоже дорогие. Так что в принципе менюха вполне себе подходящая для того, чтобы именно стопорнуться, перекусить. Что же? 40 тысяч кукурузные зерна с микрокреветочками. Давайте-ка я сразу вот так вот кетчупчика. Блюдо небольшое. Креветочки тоже небольшие. Друзья, напоминаю, что ролики сейчас в основном выходят благодаря вашей поддержке. Для поддержки канала есть несколько возможностей. Первое. Это, конечно же, просто разовый донат. Огромное вам за это спасибо. А также можно оформить подписку на Бусти или Патреон. Что получаете вы на них? Первое. Все ролики там без рекламы и каких-либо интеграций. Второе. Это, конечно же, ранний доступ накануне выхода для всех. И третье. Упоминание в финальных титрах с благодарностью. А если у вас высокие уровни подписки, с особенным оформлением этой благодарности. Чтобы все видели, благодаря кому выходят ролики. Спасибо вам. А вы знаете, это лучше, чем я ожидал. Кукуруза, во-первых, очень сладкая. И надо отметить, что здесь практически вся кукуруза очень сладкая. Вы знаете, я, как и многие наверняка из вас, очень люблю сварить початок кукурузы. Обмазать его сливочным маслом и присолить. И, соответственно, вот так сидеть обгрызать. А здесь настолько вся кукуруза очень сладкая, что ты ее хоть сливочным маслом, там, солью сверху замазывай. Когда ты ешь, она все равно сладкая. Ничего ты с этим не поделаешь. Здесь такие сорта кукурузы. У нас можно встретить достаточно нейтральный початок, который ты присолил, и прям вкус кукурузы, и, соответственно, соленая. Здесь даже с этим кетчупом, даже с солененькими вот этими сушеными креветками, их здесь не очень много, но практически да, да, встречаются. Все равно ты ешь очень сладкую кукурузу, а креветочки при этом пожевать. А мне прям нравится. То ли на маргарине. Да, похоже на маргарине, не сливочное масло. Жирненько. Долго задерживаться не будем, само собой, но мне нравится. Вот особенно вот эти вот малюсенькие креветочки, это прям вещь очень даже неплохая. Да, они такие сухенькие, пожевать. И сочная кукуруза их вполне себе компенсирует. Ром, пробовать будешь? Очень обычная. Едем далее сразу, да? Давай. Давай. И как обычно, только мы начали и продвигается к нам сумасшедший дождик. Да, придется перемещаться. Ток-ток, начали. Ну да посмотри на эти тучи, капец. И не откладывая в долгий горшок, приступаем к следующему блюду. А называется оно так, фейк-дог. То бишь, имитация собаки. То есть, это блюдо приготовлено как собака, но мясо здесь не собака, здесь свинина. И я спрашиваю Туина, почему так? Ну, она говорит, ну, а что, логично вполне. Люди хотят попробовать те ингредиенты, которые сюда добавлены. Тот вариант готовки, который присутствует обычно в блюде с собакой. Но саму собачатину они есть не хотят, поэтому для них есть фейк-дог. Сейчас у нас этот хот-потик забурлит. Он уже, кстати, тут подзакипает. И да. О, какая густая штука, ничего себе. Ну что ж, давайте положим. Где тут свиняка? А, вот Туин подсказывает, перемешай, перемешай, говорит. Слушай, я кроме косточек что-то особо свиней не вижу. Но вот какой-то кусочек такой. Лемонграсс и бульон. Ну, лемонграссину-то не съешь, это понятно. А что еще-то есть? Слушай, у нас здесь очень много вот этой травы. Это, я забыл, типа там смесь базилика с собачьей, опять же, травой. So, put everything inside? Да? Туин кивает головой. Давай, поехали тогда. Может, я и рано начал себе накладывать. Надо вот так все для начала. Ну что ж, посмотрим, по крайней мере, это уже, да, таких хот-потов я еще не встречал. Пускай теперь вот так немножко побулькает, и потом еще возьмем, попробуем. Окей. Я тут сижу такой, значит, рассказываю вам про то, что это вот собачий бульон и так далее. А Туин говорит, у нас есть интересная такая, как сказать, поговорка. Типа, если ты встречаешься, в данном случае Туин говорит, с парнем, и он тебе что-то как-то не очень в ресторане, ты уже это понимаешь. И, соответственно, ты заказываешь вот это блюдо, потому что к нему идет в обязательном порядке вот этот вот вонючий, ферментированный, из креветочной, какой он там, Рома, соус. Он вонючий, пипец. И ты его начинаешь есть. Соответственно, от тебя потом такое соответствующее амбре, и, ну, как бы понятно, что продолжения вечера не будет. Я сейчас попробовал, но вроде ничего такого в самом бульоне нет. Но говорят, нужно просто этот соус вот так вот себе в плошку сюда навалить, и тогда кушать. И тогда никакого продолжения вечера не будет. Вкус бульона интересный. Кисленький. Прям даже, я бы сказал, очень кисленький. Это я еще вот без той травы пробую. Он густой, он закрахмаленный. Ну, в принципе, неплохо. Свинюка могла бы быть такой впечатляющей, помягче. Там вообще очень мало свиньи, что-то меня это несколько разочаровывает. Сама свинья. Жирно, шкурятно. Мяса нет. Ну, по крайней мере, без той травы, которую мы сейчас туда накидали, и сейчас посмотрим, там сравним вкус. Бульон необычный, свинья вообще ни о чем. К сожалению, это просто погрызть, как обычно. Косточка, это, скорее всего, от рук хвоста и жир со шкурой. Ну, то есть, к сожалению, это не то, чтобы прям какая-то супер свинья. Хотя вкусается и то ладно. Я не знаю, сколько конкретно там таких кусочков свиньи, но, учитывая стоимость этого блюда в 170 тысяч, по мне, так там должно быть просто вот так навалено этих хвостов. А мы сейчас пока мешали, я там практически никакой свиньи и не увидел, тогда получится дороговато. Ну, что, наверное, уже можно и вырубать, пробовать. Трава-то уже всяк приготовилась. А теперь давайте попробуем уже совсем вместе. Так, ну я-то теперь уже просто бульончик попробую с этой травой. О, иди сюда. Вот так. Ром, давай свою плошку, а тебе поднавалим со свиньей. Вот смотри, просто косточка плавает. Хочешь косточку? Может, перевод неправильный? Это не имитация собаки, а для собаки. Да-да-да, я понимаю тебя. Это что, тоже не поймешь. Можно мне какой-нибудь удобоваримый кусок? Это что? Это жир просто. А, ну вот. Типа такого же, как я пробовал, но тут тоже, типа, кусочек хвоста. Можно мне это сейчас? Да нет, Ром, я хочу, чтобы ты попробовал. Вот, смотри, что-то вроде погрызть можно. Ничего получше-то нету? Слушай, ну это какие-то ошметки. Серьезно, мне вот не нравится такой вариант, конечно. И бульона. Попробуй. Ну это какое-то издевательство. Здесь жрать-то нечего. Что, бульон и несколько кусочков косточек вокруг погрызть. Ну это смешно. Ей-богу. Ну что-то вот по наполнению это, конечно, провал полный. Что ж, давайте попробуем теперь, как изменился бульон после того, как мы кучу-кучу той самой травы туда накидали. Ммм, неплохо. Может быть, даже чуть-чуть более кисленький стал. Не, вот бульон хорош. Ничего вот прям не докопаюсь. Бульон вкусный, отличный. Да. Он напоминает слегка наш грибной. И по густоте, и по мощности. Может быть, даже где-то и оттенками вкуса с ароматом. Но где мясо-то? То есть вы, грубо говоря, вместо собаки туда забыли положить вообще все. Вот у меня такое ощущение. Это просто один хвост, разрубленный тоненько-тоненько вот так вот на кусочки, и все. Потому что вот эта штука, вот эта штука, которую я вынул, я думал, это можно съесть, типа косточка или еще что-то. А потом я вот им спрашиваю, подожди, а это что такое? А она говорит, это по типу тамаринда или еще чего-то здесь появится, что именно конкретно. А и это не естся. Это типа корень какой-то или стебель, не знаю. Так тогда там, получается, вообще есть нечего. Один кусочек свининки, вот эта кругляшка, отрубленная из хвоста, и на этом все. Ром, ты мясо погрыз? Чуть-чуть. Я не получил. Не слышу, Ром. У меня не получилось. А, у тебя не получилось погрызть мясо. Так надо, типа, вот так по кругу. Ну, там просто кусок кожи небольшой на куске кости. Ну, я понял, Рома, да, особо не захотел. Честно говоря, у меня тоже не возникло желание эти микро кусочки мяса обгладывать. По поводу бульона, Рома. Я бы не смог это есть, мне вообще не понравилось, потому что супер кисло, супер солено. И я не понимаю, как этим можно наслаждаться. Потому что я люблю есть и наслаждаться. Здесь у меня получается есть и думать, блин, что за хрень. Я тебя понял. Насчет бульона, я с Ромой в корне не согласен. Слишком кислый, слишком солен. Это уж дело вкуса, господа. Вы сами понимаете. Нужно кому-то и том-ям. Ой, кислятина. Ой, там слишком кокосовый. Ну, вы же понимаете. Том-ям очень острый, очень кокосовый, очень кислый. А, соответственно, здесь, ну, вот такой супешник. Бульон отличный. Мясо полный провал. 170 капитально дорого для этого блюда. Я просто про бульон, знаешь, ну, что в тебя сказать, что нет чего-то такого, за что можно как, ну, знаешь, во вкусе зацепиться. То есть тот же том-ям, ты понимаешь его прикол. Суп фобла, ты понимаешь, в чем прикол. А здесь я его пробую, ну, типа кислота и все. Нет, почему? Он загущенный, он с интересным. Такого вкуса интересного, чтобы вот понять ему, о, да, вот это вот этот суп. Такого вот нет. Ну, тут я с тобой в корне не согласен. Ну, ладно. Как говорится, спорить не будем. По бульону окей. По всему остальному провал полный. Что ж, ладненько. После такого эксперимента, я считаю, все-таки неудачного. Одним бульоном сыть не будешь. Попробуем что-нибудь более удобоваримое. В данном случае креветки неплохого размера. Я уже посчитал их здесь 8 штук. Стоят они 90 тысяч донгов. Роман, давай одновременно пробовать. А, туин еще хотела, да. Так, держите. Раз-два. Тебе тоже раз-два. А мне, чтобы здесь побогаче выглядело, пускай побольше и полежит. Так. Для начала, как чистится. Ну, давай снимем. Снимайся. Хм. Так, на ощупь-то вроде ничего. Грильные креветки под спайси соусом. Сейчас посмотрим. Заценим. Ну, мороженое было. Напоминает уже слегка бумагу. Она хоть и хрустящая, но бумажная. Вот нет той, ну, это сложно описать, но ты на раз отличаешь просто в секундочку, когда пробовал действительно свежих креветок, которые мы там 5 минут назад без лимитки выловили из аквариума. Ты ее хоть сырую ешь, хоть на гриле, 2 минутки подержал, после этого ты поймешь, что такое свежая креветка и никогда в жизни не ошибешься больше. Ну, Ром, теперь твой вердикт, как действительно любителя креветок. Мне понравилось, потому что мне нравится вот такой вот вид готовки с таким соусом остреньким, когда его обмазывают и нагрели чуть-чуть. Что по поводу замороженности и так далее? Да я обычно к этому не придираюсь, если они как бы бахнут свежими креветками, не тухлыми. Тогда мне нравится. Ну, то есть все, что не, так сказать, не испорчено, тебе заходит. Ну, по большому счету, да, наверное, но я уже здесь, как вам сказать, все-таки предпочел бы свежую креветку. Вот это, если бы мне подали, да, конечно, я бы съел, но, как говорится, безо всякого удовольствия. Туин, what's your opinion? You said it was frozen, but it was frozen when it's fresh, of course. For me it's okay. For you it's okay. Just like normal. Ну, окей. Короче говоря, вот, один я остался в меньшинстве, всем зашло, а я докопался до того, что они не... Ну, не свежие нельзя сказать, да? Не живые. Не живые, да. Не живые. Ну, вот Туин говорит, что да, для этого размера креветок 90 тысяч за 8 штучек, это нормальный размер. Нормальная цена, Ром. Ну, сейчас в большинстве ресторанов на этой улице где-то за те же 8-9 креветок цена 120. Да? На площадке. А, ну и все, огонь тогда. Будем считать, что пускай они пожертвовали заморозкой, но, соответственно, в цене нам угодили. Короче говоря, приступаем к следующему, пожалуй, самому бомбезному блюду. Да-а-а. А вот здесь-то похоже, действительно, не обманули. Выглядит ровно как на фоточке. Ну, там контраст повыкрутили, она более красная. Но что касается остроты и так далее, вроде действительно присутствует. Это полноценная куряка. Естественно, та самая местная фитнес-кура, хотя ляжки выглядят очень даже неплохо. Дополнительно весь ливер здесь присутствует, то есть сердечко, желудок, печенка и так далее. Очень даже неплохо. Подается это все, само собой, с перчатками. И так, наоборот, вот так. И с ножницами. Вот они. Чтобы ты мог уже нарезать на себе удобные кусочки. Что ж. Куряка, давай крошиться. Так, давай-ка. Да ё-моё. Есть контакт. Кому крылышко? Крылышко. 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 Есть крылышко. Давайте теперь попробуем как-нибудь и ножку отчекрыжить красиво. О, слушай, там сочность, сочность. Смотри, какая. Вот это другое дело. О, ты посмотри. Бульон прям. Вот это хорошо. Слушай, так тут и ножницы-то не надо. Вон она, все. Снялась. Вот это ножка. Вот это я понимаю. Ну, давайте заценим. По крайней мере, выглядит это и правда. Неплохо. Ну, ничего, извозюкаюсь, так извозюкаюсь. Слушай, ну, такое впечатление, что внутри все-таки оно нейтральное. А вот сверху, да, здорово. Поэтому кусаем все вместе. Я разочарован. И вы знаете, по двум причинам. Ну, Господь с ним то, что это та самая фитнес-кура, которая очень жилистая, которая очень твердая и так далее. Она мягонькая для своей фитнесости. Но она внутри никакая. Она не промаринована, ничего не сделано с ней. Она даже, никаких надрезов не было в ней сделано, чтобы туда соли напихать. Может быть, какой-то травы в тушку напихать. Ничего там, да, ничего там нету. А сверху шкуру обмазали просто острым и, соответственно, слегка соленым соусом. Он не очень сильно помогает, когда ты ешь вот внутренность вот эту. Ну и да, это та самая фитнесовская хрень, которую... Я не показал, что мясо не до конца приготовлено. Да, есть немножко. У меня крыло вот именно такое. Да, она чуть-чуть не доготовлено даже. Кстати, почему-то да, мягкое. А может, кстати, потому и мягкое. Обычно мягкое либо когда очень сильно приготовлено, ну, в смысле, долго тушилось, либо когда не доготовлено. Здесь не доготовлено, здесь даже... Ну, это не тот самый ужасный случай, когда, знаешь, есть невозможно. Но я бы предпочел подольше. А у нас сегодня было хоть одно нормальное блюдо? А, кукуруза с креветками. Я не пробовал. А, ты не пробовал, да. Ну, здесь реально не хватает, знаешь, под запеченностью, как в стрит-фуде это делают. Я поэтому и откусил кусок, а дальше есть не смог. Нет, она чуть-чуть не доготовлена. То есть, она приготовлена где-то на 85%. То есть, есть можно, но сыромятный вкус встречается. И этот сыромятный вкус еще более тем заметен, потому что внутри никаких специй, ничего нет. Короче, полное разочарование. Бок-свидетель, я выковыривался до последнего. Но после этого фейк-дог, там, где есть нечего, курицы недоготовлены, внутри ничего, сверху просто куча даже не специй, а просто остроты и обычный барбекюшный соус. Вы знаете, я бы с удовольствием для вас, господа, показал бы еще одно блюдо. Но в таких ресторанах я просто не хочу оставлять деньги. А зачем? А для чего? Для того, чтобы они думали, что у них все нормально, все хорошо и продолжали вот так же готовить? Нет, не хочу. Здесь Туин сейчас мы аккуратно, очень деликатно расскажем, что нам не так. Надеюсь, они будут справляться. Потому что это место открылось месяц назад. Они сами подошли, такие, ой-ой-ой, как здорово, что вы пришли, мы только месяц назад открылись, спасибо вам большое, бла-бла-бла. Ну вот, будет им спасибо наше мнение на этот счет. Вы знаете, я такой человек, который, ну, абсолютно не любящий ругать что-либо. То есть ругать я не буду. Я скажу так, здесь все неудачное. Практически все блюда, которые ты заказываешь и на которые ты надеешься, о, что-то необычное, фейк-дог, кайф, тот самый бульончик, мяса нет. Здорово, ты заказываешь курицу, она должна быть острая, мощная, чтоб ты куснул такой. Ладно, хрен с ней фитнесовская. Но кроме того, что шкура острая, все остальное просто пресное и плюс к всему даже недоготовленное немножко. На мой взгляд, это какой-то перебор. Ну а что же касаемо креветок, на мой взгляд, слабоватый, но ребята оценили их как нормальные. Соответственно, пускай они будут нормальные. И я вспомнил в самом начале, когда мы только-только приехали, нам принесли вот эту плошку арахиса, которую, если вы не трогаете, то она в счет не будет включена. Но я был голодный, я, соответственно, начал грызть этот арахис, а он кислый. И вот если бы в ресторане было все вкусное и так далее, я бы об этом сейчас даже и не вспомнил. Нам бы заменили, да, эту плошку, принесли другой арахис и так далее. Ну как вы подаете вареный арахис, который у вас, очевидно, лежит уже очень долго, и он просто кислый. Ну, короче говоря, вот так вот. Это месяц назад люди открылись. Вы должны просто сейчас вот так вот шикардосные блюда выдавать. Ну что это такое? Вот кто-то спрашивает, Костян, у тебя всегда все замечательное? Ну вот, как видите, нет, когда действительно того стоит заведение. Я так и рассказываю. Может быть, день еще неудачный? Я пытаюсь найти какое-либо им оправдание, потому что сегодня, когда мы приехали, у нас гриль, у них гриль не заведен, у них снаружи никаких морепродуктов, ничего не выставлено. Кто-нибудь говорит, ну потому что среда, середина недели, здесь народу особо нет. Вот ты типа в выходные приедь. Ну а в выходные, не знаю, ну может быть, наверное, будет что-то навалено. Но я, честно говоря, не то же перетест, даже проезжать мимо этого рестика пока неохота. Посмотрим, может быть, что-то изменится, и мы здесь однажды появимся, и здесь все будет круто и куча народу. Короче говоря, посмотрим, что будет в будущем. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Попробуем, что такое у нас именно вариант готовки. Хотел сказать по-собаще, как собака. По-собаще чуть не очень звучит. Да что ж ты. Где там? Где у тебя хрящик-то, собака злая? Ну я хлеб не ем, хочешь попробовать. Ну да, нам принесли вот два таких багетика. В общем, стандартная вещь для любого хот-потика приносит. Вот для любого хот-потика приносят два багетика. Ладно. Все, дома сейчас принесем, теща доготовит, и мы нормальную, может, курицу пожрем в конце концов. Субтитры сделал DimaTorzok